Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT ждем статистику по ВВП Англии. Напомню, что фунт в нашем портфеле, мы настраиваемся на слабые макроэкономические отчеты и я, как продавец британского валюты, очень хочу получить подтверждение того, что британская экономика оказалась в состоянии рецессии. В 12.30 по GMT годовые данные по ВВП США и первичные заявки на пособие по безработице. Это как раз отчеты, которые точно привнесут волатильности в доллар и зададут какой-то тон для движения американской валюты вплоть до конца этой недели. Ну а завтра еще индекс PCE, который мы тоже будем анализировать, поскольку это один из наиболее предпочтительных индикаторов для американского регулятора в оценке ситуации с инфляцией. И относительно под закрытие торговой сессии в 14.00 по GMT выйдет мочеганский индекс потребительских настроений в США. Здесь ожидаю хороший отчет, особенно после последних данных по потребительской активности и данных по активности в промышленности и сфере услуг. Ну а теперь давайте по порядку. Индекс доллара 104.05. Американская валюта консолидируется вблизи локальных максимумов. И понятное дело, что при отсутствии каких-то выраженных сейчас трендовых движений, все это может быстро сойти на нет при появлении какого-то фундаментального триггера. Рынки ждут выхода важных макроэкономических новостей, потому что требуются дополнительные вводные для того, чтобы оценить перспективы американской денежно-кредитной политики. Мы знаем то, что ФРС всецело обращает внимание на макроэкономическую статистику. Сколько раз уже подтвердил Паул, что все зависит от отчетов, решения поставки не принимаются заранее, а по сути являются реакцией на те условия, которые формируются внутри экономики в рамках каждого конкретного месяца. По поводу темпов экономического роста. Это данные за четвертый квартал, то есть в целом за 2023 год. Относительно устаревшая статистика, но мы должны все-таки понять, как американская экономика завершила прошлый год, финально точно. Потому что это закрытие года может дать импульс для рассуждения о том, как она начала в 2024 год. Сегодня по ОВП я не думаю, что будут какие-то отклонения, скорее всего мы увидим те же самые показатели квартального роста и годового роста на отметке 3,2%. Но может быть, друзья, сюрприз, как это было при пересмотре в последний раз оценки по экономическому росту. Если будут сюрпризы, например, по факту мы увидим значение 3,3%, ну не мне вам говорить, как на все это может отреагировать американская валюта. Заявки на пособие по безработице 215 тысяч с 210 тысяч, прогноз 215 тысяч, даже если будет действительно вот эта вот цифра, это все равно ниже 220 тысяч, поэтому можем говорить, что рынок труда все так же прогрессирует, ну или по крайней мере не стагнирует. Важно отметить, что на данный момент перед выходом данных по ВВП и первичным сдавкам на пособие по безработице инструмент FedWatch Tool оценивает вероятность снижения ставки в июне в 60%. Чем лучше выйдут макроэкономические отчеты, тем, соответственно, больше будет сомнений, либо уверенности в том, что американский регулятор пойдет на смягчение монетарной политики и снижение ключевой процентной ставки в июне. Если вам интересна моя точка зрения, я считаю, что если и дальше экономика будет подавать сигналы стабильного нахождения инфляции в пределах тех уровней, которые были ранее достигнуты, то, скорее всего, американский регулятор перенесет сроки первого снижения ставки на июль. Но лучше все-таки полагаться сейчас на инструмент FedWatch Tool, потому что, верно, это более объективная рыночная оценка. Но даже июньское заседание, оно не скоро, друзья. И до тех пор, пока мы с вами сфокусируемся в конечном счете на идее дальнейшего снижения курса доллара как реакции на смягчение американской монетарной политики, я думаю, что мы сможем заработать еще, находясь сейчас в длинных позициях. Золото 2195 долларов за тройсконсум. Мы, по сути, за последние дни вернулись к тем уровням, с которых я рекомендовал первые продажи. Это после теста исторических максимумов относительно несколько дней назад. Сейчас важный сигнал. Сантимент перед выходом данных по ВВП и первичным заявкам 3070. То есть, меньшинство находится на данный момент в покупках и большинство 70% в продажах. В этой связи есть риск и вероятность, что по факту выхода сегодняшних данных рынок может еще рвануть вверх. Поэтому предлагаю сейчас положиться на индикацию этого сантимента и зафиксировать результаты по золоту, подождать развитие событий. Если действительно у нас в рамках текущей торговой сессии будут созданы условия и последствия для продаж золота на более высоких уровнях, то мы ими обязательно воспользуемся. Но данные по сантименту игнорировать сейчас не стоит. Доллар иена 151.35. Все рассуждают о интервенциях со стороны Банка Японии. Были они или нет? Ну, конечно же, не были. Потому что если бы были интервенции фактически, то снижение пары доллар-иена не ограничилось бы движением 50-60 пунктов. Речь идет о вербальных пока воздействиях монетарных властей Японии на то, что происходит с валютным курсом. Но на текущем этапе я почти уверен, что прежде чем дойдет дело до фактических действий, мы можем увидеть пару на гораздо более высоких ценовых значениях. И рынок на самом деле запутали сами представители и Банка Японии, и Минфина. Потому что подают противоречивые сигналы. В частности, Минфин, как вы знаете, топит за идеей того, что нужно влиять на валютный курс и проводить валютные интервенции. Это, по сути, можно сказать, что есть проявление мягкой экономической политики. С другой стороны, точнее, жесткой монетарной политики, а с другой стороны, Банк Японии, который считает, что прежде всего нужно обеспечивать стабильные показатели экономического роста. При этом это возможно сделать только в том случае, если проводить мягкую экономическую политику. Интересно, что это значит? То, что Банк Японии больше в перспективе ближайших кварталов не будет повышать подсветную ставку? Это очень хороший вопрос. Я предлагаю пока оставить его за скобками и на текущем этапе сфокусироваться на том, что сенсимент рыночных настроений показывает, что есть еще потенциал для движения вверх. И Банк Японии и Минфин, собственно, не решили. Стоит ли на текущем этапе вмешиваться, чтобы останавливаться и сдерживать этот прессинг, который оказывается в национальную валюту? Американский фондовый рынок S&P 500. Исторические максимумы 5305 пунктов. Сегодня, после выхода данных по первичным заявкам и ВВП, ждем уход индекса на новые уже отметки. Цель 5500 остается прежней. По биткоину также оптимистичные ожидания 70 тысяч и выше. Европейская валюта против доллара 1.0820, а текущие котировки. Индекс настроений минус 14.9, минус 15.5. Незначительное улучшение. И вроде бы как эксперты сделали вывод о том, что улучшение рыночных настроений – это свидетельство того, что европейские потребители готовятся к скорому смягчению европейской монетарной политики. Вот это как раз нам и нужно, потому что решение ЦБ снизить процентную ставку – это условие для дальнейшего снижения евро. Поэтому ждем дальнейшего медвежьего тренда, продолжения этого нисходящего движения с Эльми 1.0750. И по британской валюте 1.2630 текущие котировки сегодня настраиваемся на крайне плохие отчеты по ВВП и на давление на фонд. Целевой ориентир 1.2550. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!